Все это время, с 1 сентября, ну собственно говоря, с 1 сентября мы уже вышли на финишную переймой подготовки праздного дня республики и проведения в этот день общенародного, чрезвычайного общенародного собрания. Решение которого было принято 18 мая. Довольно грамматической ситуации. Тем не менее, с 1 сентября мы общие контуры определили того, каким образом может быть проведено это собрание, какие темы должны быть там озвучены, в каком вообще формате провести. Ну и естественно, содержательная часть этого праздника. Потому что я не говорил, что это действительно праздник. То есть день республики, день образования нашей последней, в истории последней на данный момент нашей государственности, это действительно для всех должен быть настоящим праздником. И не только для крымских татар, но и для всех жителей Калина. Поэтому, когда мы обсуждали в рамках исполкома крымско-татарского народного фронта, в каком формате его провести, И вот настрой был такой, давайте действительно, вместе с нашими проблемами, с нашими требованиями, с нашими отчаяними желаниями, создадим такую добрую, хорошую традицию. 18 октября праздновать день республики, как всенародный праздник. Поэтому в таком режиме мы подумали и предложили обсудить сегодня формат проведения этого дня. Предлагается, предлагается. Сразу скажу, что все официальные разрешения, уведомления, согласования с властями города, с правоохранительными структурами, все это, все согласования пройдены. У нас мероприятие абсолютно законное. Никто из властей, по крайней мере, против не выступает. Ну, есть, наверное, противники, чтобы мы собрались и хорошо, добротно провели. Но это из другой оперы. Поэтому сразу говорю, что собрание у нас абсолютно законное. Мы бы, конечно, его в любом случае провели, если даже была бы попытка его каким-то образом так создать. И не разрешить. Ну, по крайней мере, на сегодняшний день диалог такой нормальный рабочий прожил. Поэтому мы будем его проводить. Значит, предполагается, предполагается, что с десяти часов начнется собираться народ. И в это время, для того, чтобы был соответствующий настрой и подъем, на площадь будет звучать живая музыка в исполнении ансамбля «Кунеж» и «Скоросту Базара». С ними мы согласовались и вопросы. Вот. Понятно, музыка будет не минорная, а маршалная, браурная, призывающая к жизни. Вот. То есть, вот в таком духе, пока люди будут собираться, приезжать со всех сторон на площадь, будет играть такая праздничная, хорошая наша национальная музыка. Официальное начало мы запланировали, и у нас по согласованию с властями, нам выделено время с одиннадцати до четырнадцати часов. С одиннадцати до четырнадцати часов уже как бы официальная часть. Официальная часть, где будет выступление, прежде всего, конечно, наших заслуженных ветеранов национального движения, безусловно, наших гостей, которых мы ожидаем, в частности, наверняка будет, кроме выступления Олега Калычева, у нас есть и свой кандидат, народный депутат Украины, да, Алиса Мадинов, он расскажет о том, что сделано и какая программа там намечается в ближайшее время. Если получится, если получится, сегодня в Крыму находится известный участник национального движения, представитель американской диаспоры, крымских татар, Фикрет Юрте, вот, он в эти дни как раз празднует восьмидесятилетие свое, мы его тоже пригласим, и если он посчитает нужным и возможным для себя, а главное, чтобы ему здоровье позволило, то мы ему предложим тоже высказать, рассказать о своем видении со стороны тех процессов, сложных процессов, которые происходят у нас в Крыму. Иногда взгляд со стороны очень полезен для того, чтобы видеть более объективную картину того, что у нас происходит. Значит, предлагается по содержательной части, мы вчера обсуждали, какие темы необходимо в обязательном порядке затронуть в выступлениях, ну и отразить, конечно же, в резолюции. Понятное дело, что все выступления желательно привязывать к той знаменательной дате, которую мы празднуем, 91-я годовщина со дня образования Крымской СССР. Вот, это одно направление. У нас, по времени мы посчитали, с началом и с концом, порядка, удастся, удастся предоставить слово где-то около 15-16 ораторов. Вот, и если при этом надо иметь в виду, что, если эти ораторы будут укладываться в 5-7 минут максимум, потому что я понимаю, что в этот день при большом скоплении людей всем хочется высказать накопившимся ДЕРКЛЕРМ, но тем не менее мы с вами организованы силой, и мы должны показывать пример нашим соотечественникам этой организации. В том числе и в том, что касается выступлений на официальных таких собраниях. Поэтому, примерно, опять же, вот мы вчера обсудили примерно, где-то порядка 3-4 выступления от собраний ветеранов, вот, но мы ветеранов национального движения, которые у нас сегодня действуют, затем выступления тех организаций, которые входят в Крымско-Тарский народный фронт, вот, это тоже где-то порядка 6-7 выступлений будет, может быть, меньше. Ну, выступления, естественно, наших гостей, вот, это вот Алик Элыч, Альмир Самаденов, Фикрет, ЮТЭФ. Мы предложили еще выступить на митинге председателя Совета, представителя Крымско-Тарского народа, при президенте Украины Лейнтону, без изъевов, я ожидал, что он сегодня придет, чтобы окончательно определиться, но в телефонном режиме, видимо, это мы все определим. Определим. Значит, и пару выступлений, конечно же, хотелось бы услышать от региона. Ну, в частности, хотелось бы, чтобы от Ялты подготовил выступление Асан Хуршотов, вот, Надир Бекеров, я с ним уже говорил, он озвучит международные аспекты и те права наши, которые заложены сегодня в международном праве, в первую очередь, Декларация о правах коренных народов, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, ну, а о той международной практике, которая сегодня существует по защите прав коренных народов. Вот, значит, Рустем Эмиров хочет выступить по проблеме демографической политики и языковой политики, в плане того, что, знаете, Прости, немножко погромче, заднем не слышно. А, прошу прощения, прошу прощения, да, я немножко это самое. Значит, Рустем Эмиров, это руководитель организации Крым-Юрд, он планирует выступить по проблемам демографической политики в Транско-Танской Федерации и языковой политике. Предполагается, предполагается также, я хотел бы, чтобы Аталушки, может быть, умерший банок, да, подготовил выступление именно связано с практикой того, каким образом можно при существующем законодательстве Украины, как можно добиваться восстановления своих прав в качестве демографии. Вот такое выступление тоже было очень полезным и важным, поскольку мы, когда рассказали об этой практике в Херсонской области, будучи на собрании в Новоалексеевке, вот, они даже как раз-таки и предложили издать отдельный брошюр и инструкцию, как получить удостоверение реабилитированного. Поэтому я думаю, что вот этим надо очень серьезно заняться и в ближайшее время эту работу сделать и распространить по всем нашим возможным источникам. Вот, конечно же, у нас есть еще представители Судака приедут, большой группой, вот, вы знаете нашего трибуна Шикета Мустафаева, который блестяще себя показал 18 мая, вы знаете, в травматический момент, когда он в нашем наше собрание, вот, я думаю, что он тоже подготовит достаточно хорошее выступление. От молодежи будет у нас, скорее всего, Эггер Бекташ, я его попрошу подготовить в выступление, вот, ну и конечно же, чтобы соблюсти определенный, как бы, баланс с гендерной политикой, да, желательно, чтобы у нас было выступление со стороны слабого пола. В этой связи, в принципе, вот Ава Азаматова, она готова тоже, как бы, поддержать наше соборание, выступить. Ну, посмотрим. От ветеранов, от ветеранов, вот, я думаю, что наш постоянный публицист, известный Верога, обязательно надо будет подготовить, тему мы обговорим, тема большая, государственность, какая она была, какая она сейчас есть и какое должно быть, допустим, ну и пути достижения, об этом можно говорить много. Вот, я думаю, что Кемал Куку Кемалага тоже скажет нужные слова, напутственные слова, вот, я знаю, что он дал себе слово и молится к тому, что он будет же до тех пор, пока не будет восстановлена наша государство, если он в этом верит, я тоже верю.